Здравия всем, дорогие друзья! В данном выпуске поговорим о том, кто же такие друиды. Волнующие звуки шотландской волынки, чарующие мелодии ирландской арфы, затейливые валийские танцы и звучащие, как древние магические заклинания, песни бретонцев. Все это – культура кельтских народов, которых сейчас осталось не так много в Европе. А ведь когда-то, еще в первые века нашей эры, кельты, которых римляне называли галами, заселяли огромное пространство от территории современных – Франции, Англии, Австрии, Швейцарии, Северной Италии и Испании – до островов Северного моря. Многочисленные кельтские племена не создали единого государства, постоянно враждовали между собой и воевали с соседями, особенно с заносчивыми римлянами. Но тем не менее, было нечто, объединявшее этот великий когда-то народ в единую культуру. Это древняя религия кельтов, почитание священных деревьев и каста жрецов-друидов, которые во многом управляли жизнью народов. Говоривших на кельтских языках и наречиях, среди них были священнослужители, летописцы и врачеватели, и все они являлись советниками и наставниками древних королей. Римские императоры, подчинившие себе большую часть кельтских племен в континентальной Европе, а также Англию, запрещали друидические действия, опасаясь неких тайных знаний, которые давали друидам власть над людьми. В своих трудах римские историки писали о том, что свои магии друиды могут творить такие чудеса, которые не подвластны жрецам других народов. К сожалению, о друидах мы знаем по большей части из римских источников, в том числе из описания гальских войн, а также из сочинений более позднего периода. До последнего времени не было найдено ни одного материального подтверждения существования этой закрытой касты, что неудивительно, если знать, как эти маги, прорицатели и священники охраняли свои знания. Хотя не так давно была найдена одна могила, в которой хорошо сохранились предметы, по всей видимости, относящиеся к ритуальным практикам кельтов, а значит, скорее всего, в могиле покоится жрец. Ученые возликовали, наконец-то обнаружено хоть какое-то доказательство того, что все истории о таинственных друидах не являются выдумкой древних фантастов. Ведь долгое время в ученом мире очень многие считали, что именно так и нужно рассматривать древних кельтских жрецов, как сказку. Собственно, если вспомнить появление друида в книгах и фильмах, чаще всего это сказочные герои. Мерлин в рассказах о короле Артуре или друид из забавной комедии об Астериксе и Обеликсе. Что уж говорить, если даже установить происхождение самого слова «друид» оказывается очень непростым делом. В классических римских текстах название «друид» встречается только во множественном числе. «Druidae» и «druides» в латинском. В древнеирландском есть слово «drui», но это единственное число, а «друид» – форма множественного числа этого слова. То есть получается, что сейчас мы по каким-то причинам связанным, скорее всего, с ошибками поздних переписчиков манускриптов, используем множественное число как единственное, что, правда, не такая уж редкость в случаях с древними словами. Откуда произошло название жрецов? Плимий считал, что оно связано с греческим наименованием «дуба» – «druz». Второй же слог слова относит к индоевропейскому корню «вид», значащему «знать». Что неудивительно, если учитывать, что главные святилища друидов располагались чаще всего в дубовых рощах Европы. То есть, можно сказать, что друиды – это знатоки деревьев, а это недалеко от истины. Деревья занимали в кельтской культуре очень важное место. Но давайте вернемся от вопросов языкознания к самим друидам. Стать жрецом было очень легко. Посвященные выбирали себе учеников, основываясь не только на их человеческих качествах, но и на знамениях, которые сопровождали их судьбу. Воистину мудрым мог стать только человек с благородной душой, не способный использовать знания для своей личной власти. Во избежание искажения получаемых знаний записывать их было строго запрещено. Вот почему примерно в X-XI веках друиды, растворившись в новой христианской европейской цивилизации, унесли с собой и свою мудрость, и свою магию. Фрэнсис Бэкон писал «Знать и значит мочь». Что же могли друиды? Судя по свидетельствам, их современников могли они очень много, в том числе одним своим присутствием или несколькими словами усмирить разъяренных и вооруженных людей, готовых ринуться в битву. Греческий историк, I века до н.э. Деодор, сицилийский писал, часто они выходят между войсками, выстроившимися в боевом порядке, грозящими мечами, ощетинившимися копьями, и усмиряют их, как будто укращая каких-то диких зверей. Считалось, что друиды умели предсказывать будущее по знакам и предзнаменовениям. Цицерон, например, писал, что Галатский, король-друид, Деотар, поднимал знаки, подаваемые птицами. В легендах часто говорится о чудесном даре друидов, по известным только им предзнаменовениям, определять исход сражений и видеть будущее сквозь пелену времени. Есть свидетельства, которые, конечно, могут быть вымыслом, но могут и не быть, о потрясающей власти друидов над стихиями, землей, водой, воздухом, огнем. В преданиях говорится о том, что друиды могли общаться с душами деревьев и сотрудничать с эльфами и гномами. Они могли остановить землетрясение и вызвать бурю. Среди друидов были врачи и целители. Они знали тонкие свойства лекарственных растений, умели лечить музыкой, словом, прикосновением и даже просто присутствием. Опять же обратимся к Плинию, который писал. Они называли Амеллу именем, означающим «тот, что все исцеляет». Они верят, что Амелла, если сделать из нее напиток, исцеляет скот от бесплодия и служит средством против всех ядов. Аляк, все исцеляющие, так называют Амеллу в Алице. Кельтский народ, сохранивший свой язык и культуру, несмотря на соседство с более сильной страной Англии. Друиды верили в целебные свойства сна, знали множество целительных заклинаний, и при этом, как свидетельствует миф, а боги Нуадо использовали хирургию. Одна из ирландских легенд гласит, этот человек обладает силой и мудростью целителя, искусством заживления ран, умением побеждать смерть и преодолевать любое недомогание. Он распознавал недуг человека по одному дыму, выходящему из его дома, или по одним лишь его выдохом. Философами и пророками, магами и целителями называли древние авторы друидов, могущественных обладателей тайного знания, на протяжении многих веков, полновластно, хозяйничавших в бескрайних лесах Европы. И это вполне справедливо, ведь друиды не просто древесные ведуны, владеющие секретами целебных сил растений. Их учение уникальное смешение естественной философии, магии и религии. А созданные этими жрецами магические системы настолько уникальны, что человечество до сих пор продолжает размышлять над ними. Около 400-х годов до нашей эры состоялась Великая Битва Деревьев, так гласит древняя кельтская легенда. Эту дату уже давно принято считать годом появления величайших магов человечества друидов. Слово «друид» в кельтском языке означает «человек-дуба», корень, «дру» соответствует слову «дуб», наиболее почитаемому дереву кельтов, который они называли «королем всего». Друиды, обладая огромным познанием во всех сферах деятельности человека, имели в жизни кельтов первостепенное значение. Целители, ученые, судьи для простых смертных, они были посредниками между людьми и богами. Друиды держали в подчинении всех, включая королей, и пользовались безграничной властью. Первоначально же друидами называли отшельников-ведунов, общественной обязанностью которых была забота о духовных ценностях кельтских общин. Кельты, группа, самобытных племен в течение нескольких веков владели едва ли не половиной всего известного тогда мира. Это были люди с романтической и суеверной душой, бесстрашные и искусные. В первой половине последнего тысячелетия до нашей эры на территории севернее Атальп кельтские племена первыми выделились из массы безыменных первобытных народов. Начальные страницы, писанной историей кельтов, были отмечены опустошительными набегами на богатейшие центры того времени. Образованный южный, в частности, греческий и римский мир был ошеломлен мужеством и отвагой кельтов. Поэтому уже в IV веке кельты, которых римляне называли галлами, считались одним из крупнейших варварских народов тогдашнего мира наряду с персами и скифами. Народ этот не достиг полного этнического единства и не создал единого государственного образования, державы, которая объединяла бы различные племена в организованное целое. Зато он создал уникальную культуру, одной из важнейших, составляющих которой были особые знания жреческого сословия, учения мудрых друидов. Основной аспект этого учения, вера в бессмертие души, Деодор Сицилийский утверждал, что среди друидов было широко распространено учение Пифагора, согласно которому души людей бессмертны и способны обретать жизнь в другом теле. Это убеждение друиды всячески стремились укрепить в своих соплеменниках. Они полагали, что такая вера устранит страх смерти и возбудит храбрость в войнах. Основным предметом забот друидов были духовные ценности кельтского народа, обряды, жертвоприношения, врачевания, предсказания будущего, устное сохранение преданий. Можно сказать, что община возлагала на отшельников ответственность за все основные знаковые системы их существования. Друидам необходимо было следить за системами мер и весов, гаданиями и предзнаменованиями, календарем, обрядами и приметами. Каждый друид являлся членом своеобразного ордена посвященных, во главе которого стоял жрец. Пользовавшийся среди своих собратьев наибольшим авторитетом, верховные друиды составляли верхушку всего сословия жрецов-ошельников. У друидов было принято объединяться в дружеские союзы, гетерии. Чтобы совместно постигать секреты мастерства, друиды наблюдали за правильностью проведения общественных жертвоприношений и толковали все вопросы, имевшие отношение к религии. Деодор Сицилийский свидетельствовал, что кельты приносили жертвы только при участии друидов. Прибегать к посредничеству друидов было просто необходимо, поскольку кельты верили, что те знали нрав богов и умели говорить на их языке. Присутствие друида позволяло надеяться на то, что благодарственные жертвы будут приняты благосклонно и позволят добиться высшей милости. Нередкими были и человеческие жертвы. Обычно в жертву приносили преступников и военно-пленных. Кровавые жертвоприношения, совершение которых являлось одной из главных функций друидов, были несовместимы не только с римскими представлениями о богослужениях, но и со смешиванием их христианским культом. Поэтому уже в середине IV века нашей эры епископы и пресвитеры Испании, Галлии и Британии стали запрещать обращенным в христианство кельтам проводить традиционные жертвоприношения. А ведь, как я уже говорил, без участия друида в жизни кельта не обходился ни один обряд, начиная с рождения человека и до его погребения. Даже имена родившимся младенцам давали мудрецы-отшельники. Они же называли реки, озера, города и даже деревья. Обряд наречения младенца сопровождался предсказанием его будущего. В зависимости от открывшихся перспектив друид налагал на жизнь малыша запреты, призванные скорректировать неблагоприятные предзнаменовения. Ритуальное табу гейсы имели право налагать только друиды. Они умело манипулировали запретами, чтобы подчинить жизнь своих соплеменников целой системе строгих правил. Например, кому-то было предсказано, что он погибнет в схватке с собакой. Ясно, что такой человек всю жизнь избегал встречи с запретным животным. Бывало, что человек всю сознательную жизнь избегал путешествовать в повозки или переходить в брод реку. Наряду с друидами у гайских племен существовали еще две группы людей, пользовавшихся особым уважением в обществе. Барды и предсказатели. Барды были певцами и поэтами, прославлявшими подвиги знаменитых мужей и предсказателей, ведали священными обрядами и изучали природу божественного. Но друиды, по мнению Амиана, Марцелина, образованностью и проникновением в тайны мироздания превосходили всех. Вот что писал Поседоний об этом. Друидов признают наиболее чтимыми среди других жрецов и имеющими большой авторитет в вопросах мира и войны. Действительно, кельтские отшельники, опытные в искусстве прорисания и всякой другой мудрости, оказывали огромное влияние на политическую жизнь Галлии. В частности, на институт королевской власти. Часто они не только ритуально санкционировали выбор нового короля, но и сами выдвигали кандидатов на королевскую должность. При ирландском королевском дворе друидов окружали величайшим почетом. Старинный ирландский гейс воспрещал королю говорить прежде, чем свое слово скажет друид. Без совета друидов правители не осмеливались принять ни одно важное решение. Поэтому истинными правителями стран кельтии были именно друиды, а короли, восседавшие на роскошных тронах, являлись лишь исполнителями их воли. Друиды нередко исполняли роль послов и вели внешнеполитические дела своих племен и общин. Так современник Цезаря друид Девятиак просил помощи у римского сената в войне против сакванов, союзников германцев. Обычно друиды не принимали участия в войне, они вообще были освобождены от всех служб и повинностей. Их основные функции на войне сводились к гаданию об исходе сражений и применению так называемой боевой магии, охранительной для своего племени и вредоносной для противников. Имеется документальное подтверждение того, что друиды не раз предотвращали войну, просто прохаживаясь между двумя стоящими друг против друга армиями и шепча заклинания. Одним из самых эффективных средств в арсенале друиды считалось проклятие, которое колдун направлял врагам перед решающим сражением. Врагов прокляну я и стану хулить да порочить, отниму у них властью своей, стойкость в сражении. Однако не стоит представлять друидов исключительно как немощных, благообразных, старцев, не державших в руках ничего тяжелее ритуального жезла. Многие друиды, попавшие в анал истории, прославились как отважные воины, возглавлявшие отряды и целые дружины. Друиды являлись главными вершителями человеческих судеб у кельтских племен и в мирное время. Народ считал жрецов справедливейшими и мудрейшими из людей, поэтому на них возлагали рассмотрение всех возникающих споров, было ли совершено мелкое преступление или же убийство, шла ли тяжба о наследстве, решение по всем этим вопросам вносили друиды. Разрешая споры, жрецы преимущественно полагались на три вещи – котел правды, дерево и прикосновение к жертвеннику. Котлом правды называли серебряный или золотой сосуд, который, как считалось, позволял отличать правду от лжи. Его наполняли кипящей водой и погружали в нее руку подсудимого. Если тот был виновен, рука оказывалась ошпаренной. Если же на нем не было вины, то кипяток не причинял ему никакого вреда. Можно было поклясться в правоте своих слов, прикоснувшись к дереву или жертвеннику. По звукам или другим знаком, исходившим от этих предметов, сведущие друиды судили о невинности или вине подсудимого. Славились друиды, и как великолепные лекари ходили легенды, будто они обладали способностью распознать недуг человека по одному лишь дыму, струившемуся из его жилища. Только им, утверждали жрецы, были известны целебные свойства 350 растений, деревьев, кустарников и трав. В течение года ученики друидов каждый день лунного месяца знакомились с новым целебным растением. Они стремились распознать целебные свойства растения, освоить разнообразные способы сбора, сушки, отваров и настоев лекарственных трав. Считается, что свой знаменитый эликсир забвения друиды получали исключительно на основе растений. Всего друиды практиковали три архаических вида врачевания огнем, железом и лекарством, непременно сопровождая лечебные процедуры заговорами и колдовством. Так же, как и многие другие целители древности, друиды прибегали к лечению с помощью сна, вызванного особой музыкой. В совершенстве владели друиды искусством прорицания. Чаще всего общинников интересовали перспективы развития событий накануне войны, собственная судьба и прогноз о том, кто станет очередным королем. Наилучшим способом для предсказания исхода битвы у друидов считался огонь из рябиновых дров. Если пламя костра обращалось в сторону одного из участвующих в бою войск, ему следовало спешно отступать. Друиды умели узнавать будущее также по приметам и предзнаменовениям, связанным с животным миром. Считалось, например, что полет и крики птиц имеет предвещающий характер. Друидам также приписывалась способность налагать заклятия на воды и связывать их так, что повсюду мелели водоемы, иссыкали источники, пересыхали колодцы. Иные умельцы, наоборот, могли развязывать воды. Ударом острее копья они выводили подземные источники на поверхность и наполняли водоемы живительной влагой. Среди историй о могущественных друидах, повелевающих стихиями, особое место занимает легенды об их господстве над ветрами. Этому искусству друиды могли, например, прибегнуть, чтобы попытаться предотвратить приближение вражеских войск. Пораженные страшным заглятием, дуновением друидов, войны, врага переставали отличать своих от чужих и могли в ослеплении перебить друг друга. У друидов-хранителей и толкователей древней мудрости было не принято записывать какие бы то ни было знания, которыми они обладали. Священные тайны, дендрологии, астрологии, природы и человеческой жизни мудрецы веками передавали из уст в уста. Свои тайные знания они раскрывали ученикам вдали от людей, в глубине пещер и лесов. Отшельники много рассказывали о светилах и их движении, о мире, о природе, о могуществе и власти богов. Своими школами и университетами друиды были известны по всей Европе. Считалось, что лучшими среди этих учебных заведения были Тара в Ирландии, а также Оксфорд, Англси и Айона. Получать образование в таких заведениях могла лишь наиболее способная молодежь, преимущественно из высших классов. На этом все. Кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вам не трудно, мне приятно. Всем любви, добра и процветания. До новых встреч.